ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, Джо Байден наконец-то добрался до границы с Мексикой, распахнутой настежь последние два года. Вчера он поехал в Эль-Пасо. Я знаю, что люди проходят каждый день, и я хочу понять, каков поток в среднем. Ну, в среднем, я бы сказал, 300-400. Да. И у нас бывают небольшие пики, когда доходят до 1000 в день. 900 в день. Итак, Джо Байден не увидел иностранцев, живущих на улицах Эль-Пасо, так как, как и при любом диктаторе, их убрали до его приезда. И мы не выдумываем. Есть доказательства. Прямо сейчас на своих экранах вы видите кадры до и после визита Джо Байдена. И представителя Белого дома Джона Кирби, одного из самых бесчестных людей в Америке, спросили об этом сегодня. И вот его ответ. Сообщается, что перед приездом президента в Эль-Пасо даунтаун зачищен от палаточных лагерей мигрантов. Президент увидит очищенную версию Эль-Пасо, когда в субботу прибудет на границу. Президент вообще-то собирается увидеть своими глазами, какова ситуация с охраной границы, в частности, в Эль-Пасо. Как Кирби сам себя терпит? Какой же лжец? Хоть бы раз был за страну. Арина Аминдарес-Джексон, жительница Эль-Пасо и президент коалиции охраны границы. Она замужем за сотрудником пограничного патруля. Она присоединяется к нам сегодня. Спасибо огромное, что пришли сегодня. Итак, вы из Эль-Пасо, по-моему, одного из великих городов нашей страны, весьма пострадавшего от открытой границы. Как вы отреагировали, когда увидели, как команда из Белого дома подчищает все к приезду Байдена? Что ж, это в очередной раз показывает лицемерие и ложь этой администрации. Ничему, что исходит из этой администрации, мы не должны верить. Знаете, когда они говорят, что сейчас день, то я иду к окну и перепроверяю, так как я абсолютно не верю ничему ими сказанному. И когда он сказал, что он приедет, чтобы посмотреть самому, то мы уже знали, что они будут делать. Потому что то же самое они делали, когда приезжал майор Акс, когда приезжал Хэрис. Почему не сделать то же и к приезду Байдена? Но вы там живете. Это ваш город. То есть они уедут, а вы-то останетесь. Каково это? Именно. Ну, это плевок в лицо. Вы знаете, что мы в эпицентре кризиса. Мы видим это ежедневно. Я стою в одном из эпицентров. Тут повсюду спят люди. Там за углом улицы Чививата, где... Вы видите это на фото. А здесь также вы видите съемку с дронов. Они спят прямо на Честер. Это еще одно их место. И как только мы услышали, что он едет, я сразу поспешила сюда, чтобы сделать фото напоследок, чтобы мы могли доказать Америке, что Байден не едет посмотреть на реальную границу. Он едет, чтобы увидеть зачищенный Эль Пасо. И позор не только администрации, но также позор нашему представителю Веронике Эскобар. И позор нашему мэру, что допустил этому произойти. Что они пообещали им за то, что они вычистят тут все и позволят Байдену хорошо выглядеть. Предали свой собственный город. Я так рад, что вы это сказали. Это самое постыдное. Именно так. Арин Аминдарес Джексон, спасибо, что пришли. Признателен. Спасибо огромное. Проходите по коалиции охраныграница.ком и поддержите нас. Аминь. 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 Аминь.